Здравствуйте, уважаемые раки. В этом выпуске я хочу рассказать о прогнозе на июль 2018 года и уделить особое внимание затмениям, которые будут происходить в этом месяце, в связи с тем, что затмения это циклы вашего управителя основного планеты, извините, светила Луны, нашего светила ночного. И как раз в этом видео я постараюсь дать рекомендации по поводу того, что именно будет происходить в эти затмения, как вам на них реагировать, что они в себе несут и, собственно, может быть, какие-то советы дать по поводу того, как избежать основных проблем в эти затмения. Потому что оба затмения проблемные. И я не раз об этом говорила, о том, что затмение, которое будет в середине июля, оно произойдет как раз-таки на вашей оси, на оси рак-козерог. И само по себе это еще не сложность, но сложность в том, что сама точка затмения будет в оппозиции к планете Плутон. И вот такая мощная оппозиция, при том, что эта оппозиция точная, она наводит на мысль, что вам, уважаемые раки, в июле этого года, в общем-то, может грозить какая-либо опасность, в первую очередь, психологического свойства. То есть вполне возможно, что уже с июня месяца, а может быть, это и более ранний период, у вас реализуются события, связанные с психологическим давлением на вас. Или же в вашу жизнь вошло обстоятельства или обстоятельства, которые вы не можете не замечать, они очень сильно влияют на вашу жизнь, они сильно стрессующие для вас, но, тем не менее, контролировать их вы не можете. И, вероятнее всего, даже какую-то часть жизни контролируют они. То, что Плутон, это как внешние обстоятельства чаще всего выступают в нашей жизни, или как мощная коллективная энергия, как вариант, это может быть один единственный человек, в руках которого столько силы сконцентрировано, что мы не можем ему противостоять. Он намного властнее, сильнее нас. Вот что-то из этих трёх вариантов может реализовываться сейчас в вашей жизни, и как раз-таки кульминация всех этих событий приходится на июль. Просто у меня есть ощущение, что, вероятнее всего, они уже развиваются в вашей жизни, может быть, даже не первый месяц. И просто сейчас у вас как раз-таки будет наиболее очевидным то, что должно произойти, наиболее стрессовым для вас. Поэтому июль, конечно, это время, когда вы должны полностью мобилизоваться для того, чтобы, собственно, больше быть не в позиции нападающей, которые для вас не характерны, если, конечно, у вас не выражены более агрессивные знаки в гороскопе, а вот именно в позиции защитника, в позиции, которая даст вам возможность себя обезопасить и, может быть, в какой-то момент полностью закрыться от мира для того, чтобы не получить сильного удара. Я бы вам посоветовала в период где-то с 10 по 15 число быть вне зоны доступа, скажем так, для основных таких вот именно людей, которые имеют с вами проблемы, или вы от которых имеете вероятность своего проблемы, и по возможности дистанцироваться от тех обстоятельств, которые сейчас для вас сильно гнетущи. То же самое, моя рекомендация такова и в период с 24 по 28-30 июля. Да, к сожалению, июль вот такой вот разорванный, и он, собственно говоря, требует того, чтобы вы побольше были в уединении и поменьше были во взаимодействии с другими людьми и с внешними обстоятельствами. Если есть возможность, то обязательно реализуйте. Это прекрасное, кстати, время для того, чтобы мы проводили аудиты чистком не только в своём доме, но и в своей судьбе. Очищали себя от гнетущих негативных мыслей, от плохих настроений, от неработающих убеждений, которые нам мешают развиваться. Вели дневник в эти дни, ну вот, например, я там где-то пять дней в каждом затменном дне, ну в каждом затменном периоде я пять дней где-то вам определила. Если есть возможность, то всё-таки в них стоило бы как раз-таки этими вот занятиями и этим занятиям посвятить время. И медитировать, если у вас к этому лежит душа, если вы в это верите, если вы готовы на это тратить время, то медитация и взотмение — это очень мощная техника, которая даёт нам возможность от многого чего очиститься и даже защитить нас от плохих обстоятельств. Медитация очень хорошо помогает в этот период, поэтому я их искренне советую. Сама я не сильно эзотерического такого направленности, как-то я не особо доверяю каким-либо ритуалам, но, на мой взгляд, работа вот такого ментального плана, очистительная именно работа с мыслью, она очень хорошо вообще-то действует на наше психологическое состояние. А вне затмений, когда мы наиболее подвержены вот этим сильным энергиям светил, она действует вообще прекрасно. Вы можете от многих проблем освободиться. Тем не менее, я даю и положительный прогноз тоже на этот период, потому что в нём есть за что зацепиться, в нём есть на что надеяться. Помимо того, что, например, затмение 13 июля, которое сильнее на вас, конечно, будет влиять, чем затмение 27 июля, я потом объясню, в чём причина. Помимо того, что в этом затмении 13 июля есть оппозиция с мощным зловредником в нашей солнечной системе планеты Плутон, там есть ещё и прекрасное положение планеты Юпитер и Нептун, которые дают широкие, но тем не менее благоприятные аспекты на саму точку затмения. И это в какой-то степени меня наводит на мысль, что что бы ни случилось в этом затмении, всё равно у этих событий есть обратный ход. Их можно развернуть спять, их можно повернуть в свою сторону. Они будут нести как неблагоприятные какие-то тенденции, так и в себе содержать ключи к их разрешению. Поэтому я всё-таки считаю, что вы, уважаемые раки, в этом году под определённой космической защитой находитесь. И несмотря на сложности, которые вам несут небеса, несут небеса, тем не менее они сразу дают вам в руки те инструменты, с помощью которых вы можете эти же события и повернуть в свою сторону, реализовать с какой-то для вас выгодой. Так что здесь есть, в общем-то, вот в этом же прогнозе есть и положительные тенденции. Кстати, очень интересные могут проигрываться события, связанные с вашей профессиональной деятельностью, потому что, на мой взгляд, как раз-таки в этом месяце наиболее важны для вас те вопросы, которые связаны с вашей профессиональной ориентацией и с семьёй. И вот вам как раз-таки нужно обязательно. И интересно, что всё это связано как-то с вашими партнёрными, профессиональными партнёрами или личными партнёрами. Здесь может быть любая ситуация. Я не думаю, что она будет простая для вас. Скорее всего, тут вопрос выбора какого-то, что мне делать дальше. Оставаться там на какой-то там позиции профессиональной, которая вот есть, или идти дальше, потому что семья, например, против моего профессионального роста. Оставаться ли мне с этими профессиональными партнёрами или искать новых, потому что с этими по ощущениям есть определённая стагнация или какое-то недоверие между вами. Тем не менее, несмотря на всю остроту и сложность этого месяца и того, что вам придётся взять на себя какую-то мощную ответственность и всё-таки решить этот вопрос, я не думаю, что вы уйдёте от необходимости его разрешать. Тем не менее, есть и удачное стечение обстоятельств, при котором, например, этот выбор не будет столь мучительным. Например, вам в жизнь пошлют людей, которые дадут вам хороший совет или создадут вам обстоятельства, при которых вы легко совместите две вроде бы ощущения несовместимые сферы на данный момент в вашей жизни. Вам могут дать прекрасных профессиональных партнёров в это время, да и личных тоже. Так что ждите, помимо каких-то сложностей, ещё и сразу же, как верно сказать, такой поддержку небес. Вот в качестве кого она придёт, в качестве внешнего обстоятельства или реального человека, а может быть целого коллектива, сказать не могу, это уже всё-таки индивидуальная ваша история. Тем не менее, думаю, что всё у вас может сбыться. И предупрежу вас, что 27 июля будет затмение, которое, вероятнее всего, не так сильно скажется на вас, потому что оно всё-таки не на вашей оси. Тем не менее, оно затрагивает аспект творчества и аспект нашей независимости и свободы. Что, в общем-то, для вас в этом месяце, как такая тема, может быть, не приходящей красной линии, но тем не менее, очень важная. Она важна, эта тема, вы включены в неё и так или иначе должны для себя решать, кто вы. Вы единица независимая или единица коллективная, и тогда вам приходится подчиняться правилам этого коллектива. Вот в конце июля может вас поджидать неожиданный конфликт с людьми, которых вы считали своими единомышленниками. Будьте здесь очень аккуратны, предельно дипломатичны и старайтесь его избежать. Да, самое время быть в какой-то степени трусливым и мнительным. Для вас характерны и то, и другое качества. И помимо каких-то, может быть, негативных моментов, которые эти качества несут, есть и позитивные моменты. И вот в этом прогнозе я считаю, что нужно подчеркнуть, что именно качество избежания конфликтов, может быть, даже боязнь их в какой-то степени, может быть, желание там как-то не брать на себя определенные обязательства или же согласиться с теми условиями, на которые вас пытается жизнь, обстоятельства вас повернуть, было бы правильнее в данной ситуации, но не создавать открытый конфликт, не создавать открытое противоборство, потому что оно явно сейчас вам не на руку, и оно создаст для вас очень много проблем в будущем, притом необозримом в будущем. То есть по длительности эти проблемы могут потом длиться и годами. Так что будьте осторожны. В целом, конечно, время достаточно непростое, но я так предполагаю, что люди осознанные, они уже знают прекрасно, о чём речь идёт. И если вы наблюдаете за своей жизнью, то думаю, что для вас это не новость, что июль будет для вас непростым. Просто соблюдайте технику безопасности, не вступайте в конфликты, верьте в то, что судьба вас всё равно поддержит. Это обязательно случится. И, конечно, берегите себя от стресса. Обязательно, если есть возможность, уберегите себя от стресса, именно в затмении. Уединитесь, ведите аскетический образ жизни. Может быть, соблюдайте какое-то время диету. Если есть возможность, то медитируйте, читайте мантры, молитесь. То есть всё то, что для вас характерно, как вы себя успокаиваете, как вы выходите из кризиса, вот это всё сейчас было бы хорошо для вас. Я вам желаю всего самого наилучшего, крепкого здоровья и прекрасного настроения. И берегите себя. До новых встреч!